Слово о завтрашнем дне. Если кто-нибудь подумает о биоотделении в гимназии, завтра будете иметь возможность посмотреть на несчастных. Восьмой класс дает экзамен по общей работе. Они здесь будут в коридоре, вы сами увидите своими глазами, на какую долгову вы собираетесь идти. Так что будет вполне познавательная идея. А уже эти списки, которые висят, это поступающие в восьмой класс? Да, они сдали уже почти все. Но обычная наша история. Ребята, которые сдают биологию неплохо, проваливают математику или русскую. А таких мы не берем. Так что они это по-симейски перездают математику, перездают русский. Это внутренние? Да. Потому что я посмотрела, там 600 человек. Это 5 человек на место получается. Нет, нет, нет. А вот те списки, которые приходят? Да. Нет. Наши списки приема на биоотделения внутренние, мы туда не вывешиваем. А то есть это внешний вид? Да. Это, вероятно, набор всего в целом восьмого класса, либо наоборот набор пятого, я просто не обращал внимания. Вот там не написано, просто непонятно. Нет, это биоотделение отношений не имеет. У нас же достаточно жесткая система фильтрации из трех атак, и ни о каких 600 человек на выходе, а сейчас уже в выходе. Так быть не может, конечно. Да, это понятно. А сколько примерно человек на выходе? Ну, мы платим два с половиной, тридцать, можно считать, три человека. Это службы не внешние или только? Нет, это в восьмом классе, что происходит перед началом восьмого класса, в конце седьмого класса, объявляется набор следующего биологического класса. Набор абсолютно на одинаковых условиях для всех. Неважно, в этой гимназии семь лет учился, где-то там, абсолютно неважно. Для всех условий совершенно нет. Все претенденты, во-первых, сдают математику и пишут русский, и там, собеседование по языку, еще по иностранному языку, вот, надо скорее, ну, просто сориентироваться в случае чего, в какую подробу, в сильную, слабую и так далее языку. Вот, а математика и русская все вполне усиливается. Значит, только после этого первый заход на биологию. Сначала пишут большой тест просто по школьной программе. Значит, к сожалению, сейчас ситуация такая. Вот даже если не знать то, что он написал, ну, вот, без подписи берешь работу, ребят, сразу видно, кто готов школьный кончал. Это не поединка. К сожалению, в подавляющем большинстве внешних школ навык работы утерян совершенно. Характер ошибок показывает, что ребят просто совсем ничего не понимает. А в том случае, если что-то, как это считается, знают, то это не знание, забрешь. Мы с вами не компьютеры. Нельзя вот так вот грузить без системы. Значит, поэтому, ну, для того, чтобы дальше ребят не мучились комплексами неполноценности своей, да, совсем слабо, мы их просто не вызываем дальше. И ко второму туру это те, которые, ну, хотя бы общественно пройдут в первую работу. Значит, второе тура тоже вполне серьезно. Широкое устное собеседование. Три основные вопросы выясняем. Первое – знание программы, уже так серьезно. Второе – заявленный интерес. Значит, для логи это в гигантской области. Нельзя интересоваться биологией в целом. Так? А если человек говорит, ну, хорошо, мне интересны зоологии позвоночных. Так, или мне интересны гигантские. Здесь уже разговор далеко за рамками школьной программы. Если человеку интересно, значит, он что-то читал, что-то смотрел, возился с материалом. Так? А иначе, что значит слово «интересно»? Ну, как раз и смотрим, хорошо, насколько он выражен, это интересно. Ну, и третье – это общее логическое мышление, продуктивность и так далее. Это бункерская задача. В психологии целый класс задач на выявление просто особенностей мышления. Ну, и по ходу дела, поскольку нам жить потом 4 года всем вместе, вот, выясняем, что за люди, какую книжку читал, что-то рекомендовал, значит, где в сети, какие фильмы любишь, какую музыку слушаешь и так далее. Это не на уровне, она в такой плохой, в такой хорошей. Ну, и вообще желательно, чтобы 2-3, допустим, русский композитор 19-го века, человек представлял себя живопись, архитектура, примерное представление об истории. А вы говорите, что сразу видно, кто какую школу заканчивал, а бывает такое, что там студия 2-й, студия 12-й, студия 13-й переходят. Их сразу видно, они такие же, как мы. Они такие же, как мы. Качество школы, вот сейчас этот разрыв совершенно чудовищный. Между действительно качественной школами и всеми остальными. Он углублялся все эти 15 лет. 15 лет назад не было такого образования. Ну, качественные, это все вот, которые десятки, да, вы говорите? Ну, а потом, после того, как прошли все в эту месяцу, еще трехдневный внешний выезд на арху, ребятки делают. Там их таскают с ботаническими инструкциями, где они конспектируют, заводят герба и так далее, а потом там же сдают зачет. Две цели сразу. Посмотреть, как они могут жить без мамы, папы и вообще все вместе в режиме палаточного лагеря, да? Значит, бывают люди, которые просто органически не способны без мамы и папы. Но тогда они ошиблись. Биология – это первое занятие. Бывают люди, которые, ну вот, в кабинетном смысле, работают нормально, но зачет, да, вот сейчас Сергей Менович сядет, публика, который передает как раз свой измазочек. Ну, тяжело, ребятки. А вот у нас какая биология в гимнатии? Вот, допустим, потом, да, когда дети выпускаются? Куда захотят. Вот, это больше медицина, это больше манипуляция? В 11 классе, в 11 классе проводится отдельный факультатив, полноценный факультатив, подготовка ГУФ и специализированная группа. Значит, кто на биофак, в одну сторону, кто в мед, в другую сторону, кто на психфак, в третью сторону. А вот генетика – это на биофаке, да? Ну, генетика – это. Или какие-то другие. Вот мне сказали, что поступают на биофак, а уже на втором-третьем курсе, там происходит специализация. И кто же тут идет молекулярную? Ну, а как? Именно только на втором-третьем, а обязательно на втором. На втором? Значит. Или какие-то отдельные? Нет, нет, нет. Но дело в том, что на биофаке 12 кафедр. Вот специализация по кафедрам, значит, по специализации по кафедрам, есть, конечно, общие курсы, как для всего курса, считаю. Так? И есть кафедральные курсы. И ту генетику, которую читают, допустим, ботаникам, и ту генетику, которую читают молекулярным биологам, это совершенно разные уровни просто. Так что специализация внутри биофак, разумеется, очень сильная. Ну, и здесь у нас при подготовке к вступлению такая специализация, по-моему, проводится. Сразу предупреждаю, учиться тяжело. Вот, понимаете, никакой хороший результат без работы просто не бывает. Почему люди правильно забыли сейчас? Всем хочется, чтобы учиться было легко, и результат был отличным. А вы не знаете, что с математикой? Думают что-нибудь? То есть? Ну, как-то, мне кажется, как-то с математикой гипнотией нет. У его преподавательский состав меняется? Ну, вполне естественно, преподавательский состав меняется. Пожалуй, у меня про математику нет своего мнения. Давно не общался, просто не пересекался с Капидровым народом. Не очень себя представляю еще как-то традиция сейчас. Время 10-15 лет назад было вполне сильное математическое отделение здесь. Вот я тогда плотно общался. Нет, есть. Вполне обычно. Сейчас просто не знаю. Что-то у нас это самое из класса. Все математики поуходили в этом году. Вольно много.